Мухаммад, Мухаммад, ас-салату и ас-салам. Наш путь – это сахбет, и в собрании заключено благо. Бисмиллахи рахмани рахим. Мы не хотим от вас награды или благодарности. Садака, Лаху, Азим. Когда совершаемые дела совершаются ради довольства Аллаха. И это трудно для людей, потому что человечество неблагодарно. Если вы даете, они с вами. Если вы не даете, они сразу же злятся и говорят за вашей спиной. Они могут устроить все виды фитны. Чтобы защититься от людей, которые так делают, делайте все и каждое добро ради довольства Аллаха. Не ради выгоды того или иного человека, не ради вашей собственной выгоды, так чтобы они благодарили бы вас и знали бы вас как хорошего. Если вы так делаете, люди восхвалят вас один день, но затем забудут об этом благе. Человечество создано с такой природой. Наш святой пророк говорит, остерегайтесь зла человека, которому вы сделали добро. Поэтому, когда вы делаете это ради довольства Аллаха, Он может делать плохое столько, сколько захочет, вы будете спокойны, в легкости, в своей голове, в своем сердце и внутри. Вы будете довольны. Вы не будете ожидать чьей-либо благодарности. Благодарность для Аллаха Азаваджала. Конечно, те, кто не благодарит людей, не делают и шукр Аллаху. Аллах назначил этих людей и дал им задание, чтобы они помогали вам. Если вы благодарите их, вы благодарите Аллаха. Если вы не благодарите их, вы лишитесь этой добродетели и саваба. Но важно, чтобы люди, которые дают, знали, что они дают исключительно ради довольства Аллаха. Как сказано в Коране Азимушан, мы не ждем от вас никакой благодарности. Мы не ждем никакой выгоды. Я помог ему, но он не помог мне. Я накормил его, но он даже не дал мне воды. Многие люди говорят так. Это нехорошие вещи. Это уловки шайтана так, чтобы вы не получили саваб за то, что вы делаете, или чтобы получили очень мало саваба. Это сделанная вещь, тогда выходит из искренности и превращается в личную выгоду. И ее польза очень мала. Да защитит нас Аллах от зла, наших эго. Пусть мы делаем все искренне и чисто, только ради довольства Аллаха, чтобы мы были в мире. Вы не будете думать, этот человек хороший или плохой. Что он подумает или скажет? Вы будете думать, Аллах Азаваджала доволен мной. Даже хотя этот человек плохой, я сделал это ради довольства Аллаха, не ожидая никакой выгоды. Пусть Аллах примет это. Вы должны так думать и так поступать. Ваше намерение должно быть таким. Пусть Аллах даст нам всем эту красоту, так чтобы мы были в мире. В противном случае мы будем ожидать чего-то взамен. Даже ожидание благодарности – это ожидание чего-то взамен. Мы просим у Аллаха, мы благодарим Аллаха, и мы делаем шукр Аллаху. Инша Аллах. Ваамин Аллахи. Ат-Туфик. Аль-Фатиха. Ваамин Аллахи.